Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о сборной Узбекистана по футболу, которая продолжает свои выступления на отборочном этапе чемпионата мира. И сосредоточимся на очередной игре, где сборная одолела своего соперника. Узбекистан обыграл Йемен, но обыграл, прям скажем, не так убедительно, как многие ждали. Напомню, что йеменцы являются аутсайдерами в этой группе. И, конечно же, многие считали, что здесь Узбекистан должен уничтожать своего соперника. Тем более, что предыдущая игра узбеков и йеменцев завершилась со счетом 5-0 в пользу Узбекистана. Йемен в предыдущем матче в рамках отборочного этапа уступил Саудовской Аравии со счетом 3-0. А Узбекистан в предыдущей встрече разгромил Сингапур, о чем я записал отдельный ролик. Если хотите, посмотрите обзор этого матча. И вот, казалось бы, в этих условиях сам Бог велел уничтожить Йемен. Но не все так просто. Да, узбеки смогли достаточно быстро выйти вперед. Это не считается быстрым голом, потому что Машаипов забил на 19-й минуте, а быстрый гол это до 15-й. Но все равно Узбекистан быстро вышел вперед, и после этого казалось, что дальше можно будет развить это преимущество. Но, к сожалению, не особо удалось. И в результате победа, но победа очень тяжелая. Не такая легкая, как с Сингапуром. Давайте разберем этот матч. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Если говорить о составе сборной Узбекистана, то здесь, в принципе, большинство позиций были закрыты вполне себе ожидаемо. Ведущие исполнители, звезды, Адил Ахмедов, Машарипов, Шамуродов, они на своих позициях, в своих зонах. Ну и, в общем-то, хотелось бы отметить, что в целом, поначалу казалось все очень неплохо. Неплохое движение Узбекистана, неплохие комбинации, пенальти заработанные, забитые и реализованные Машариповым. В общем, все очень круто. И вот в этой ситуации мне казалось, что йеменцы полезут вперед сломя голову и будут нарываться на опасные контратаки Узбекистана. И постепенно узбеки доведут счет до крупного. Ну, если вспоминать предыдущую встречу против Сингапура, то там примерно так все и обстояло. Достаточно быстро Узбекистан вышел вперед, а дальше, что называется, действовал по счету. Соперник раскрывался, шел вперед, и в свободных зонах скоростной Машарипов, шумуродов, активные крайние защитники, подключавшиеся вперед и делавшие прострелы, они чувствовали себя прекрасно. Йеменцы, как мне кажется, избрали более осторожную тактику. И они, в отличие от Сингапура, не так подставлялись. Моментов у Узбекистана, конечно, было не так много, как в предыдущей встрече, во многом, потому что йеменцы оказались организованнее в вопросе обороны. Хотя следует отметить, что и к Узбекистану есть претензии касательно реализации моментов. Если бы узбеки реализовали все свои шансы, ну, согласитесь, счет бы был куда крупнее. При этом хотелось бы обратить внимание на то, что Йемен показал себя очень боевитой командой. Ну, нужно понимать, что это горцы, это Йемен, это страна, где исторически были великие воины, которые славились на весь аравийский полуостров, на весь арабский мир. Вот это было заметно. Ребята боевитые, ребята опасные и даже как-то загадочно, каким образом в предыдущей встрече Узбекистан смог разгромить их 5-0, прям как в песне Чаев Агентина Ямайка. Хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, сборной Узбекистана в этой встрече как-то не хватало свежести, что меня смутило, потому что с Сингапуром, ну, нельзя сказать, что были затрачены какие-то колоссальные силы. Напротив, ну, достаточно быстро выйдя вперед, Узбекистан имел возможность играть в спокойном темпе, не утруждаться, то есть, казалось бы, каких-то лишних сил не затратили. Ну, и после этого, казалось бы, много должно остаться сил на матч против Йемена, но здесь йеменцы прессинговали активно и в некоторых моментах двигались получше, чем Узбекистан. Вот это, на самом деле, несколько смутило, какой-то устало немножко выглядела команда в некоторых ситуациях. Но и при этом нельзя не отметить, что йеменская сборная, опять же, на мой взгляд, вот прям выложилась на все 110% в этой встрече, а Узбекистан, возможно, возможно, после предыдущей победы над Сингапуром, немножко вот некоторые футболисты зазвездились. Подумали, что все. Разгромили Сингапур, достаточно быстро забили Йемену уже на 19-й минуте, что все, сейчас голыми руками возьмем. Я не говорю, что все прям футболисты Узбекистана с таким отношением играли эту встречу, но были футболисты, в которых чувствовалась определенная расслабленность, которая была недопустима, учитывая то, что счет был 1-0. В общем, победа, победа важная, победа над неприятным соперником. Сейчас, как говорится, футбол научились играть все, и даже Йемен может дать бой, чему мы убедились и немножко удивились в том числе. И очень важно, что Узбекистан в этой тяжелой ситуации смог добыть три очка. Очень тяжелые, трудовые, но из таких трудовых матчей и добываются важные результаты. Впереди ключевая игра Саудовской Аравии, к которой нужно подойти во всеоружии. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.